Без конфликтов, неожиданностей и сложностей. Так, учредитель торгового центра «Волна» Евгений Ракшин прокомментировал ситуацию с возможным уходом торговой сети «Ашан» из Барнаула. Дать точный ответ о будущем магазина он отказался. Молчат и в самом «Ашане». Что же происходит с рынком ритейлеров в Барнауле? Этой теме мы посвятили следующий материал. Сейчас со мной в студии его автор Анастасия Дороган. Настя, скажи, пожалуйста, вот здравствуй, хоть кто-то говорит о каких-то перспективах. Это слухи или действительно «Ашан» уходит? Если кто что и говорит, то не на камеру. Но сегодня я пришла в «Ашан» как обычный покупатель. Мне, как обычному покупателю, посоветовали радоваться последним дням. Как жаль. Об этом сейчас расскажу подробнее. «Ашан» встряхнул город. Об этой торговой сети сейчас говорят больше всего. Уходят или нет? Если да, то почему и когда? Так много вопросов, так мало ответов. Перепуганные барнаульцы даже создали петицию «Ашан» не уходи. Евгений Ракшин, учредитель торгового центра «Волна», где базируется один из филиалов «Ашана», узнал о петиции от нас. Пока 200 подписей. 200 подписей. Ну, боюсь, это не обрадует «Ашан», что только 200 подписей. Мало 200 человек для «Ашана», им нужно больше. Хотя бы 200 тысяч. Вот тогда они, ну, как минимум, обрадуются, широко улыбнутся и начнут думать, как же они подлюбились барнаульцам. Чего же им тогда не хватает для успешной работы? После этих слов мы сделали вывод, что все-таки придется распрощаться. Точного ответа предприниматель не дал. Сотрудники «Ашана» тоже в неведении. Со мной, как с обычным покупателем, одна продавщица разоткровенничалась. У вас правда не забывается? Да. Не знаю, нам не сказали, но есть массовое шевеление. Спасибо за то, что вы приятны. Спасибо. Пользуйтесь последним делом. Евгений Ракшин в разговоре подчеркивал, что между торговым центром и сетью, цитата, нет конфликтов, неожиданностей, сложностей в отношениях в чистом виде экономика. Так что же с этой экономикой происходит в Барнауле? В 2015-м из города уехала сеть «ОК». В 2016-м «Магнит» покинул крупные центры. Пару лет назад в одном из торговых центров спального района Барнаула закрылся детский магазин «Бубльгум». Теперь говорят об его уходе из города совсем, и в октябре якобы покинет Барнаул Ашан. По словам Ракшина, факторов покупательской любви слишком много, чтобы соответствовать всем. Я вот хожу в Ашан, допустим, тут нет ничего, то что мне именно нужно, я иду в ленту. Мне нравится, как расположен материал. Ну, по ценам. По ценам, да, и по близости. По ценам, да. А вообще куда ходите? Обычно в марьера. Мы часто обращаемся в этот магазин, ярче. Там кое-что подешевле прям. Ну, они маленькие магазины. В общем, вы идете за ассортиментом. Да. Управляющая одного из торговых центров Анна Поломошнова так прокомментировала ситуацию с Ашаном. Ну, сложно ему было с самого начала. Как-то то алкогольная лицензия отсутствовала, то открывались, а не закрывались там в галактике. Ну, а еще в волне они сложно открылись, по первости. То вот эти кассы, которые люди не поняли, тележки сначала люди не поняли, там, да, то есть ему больше времени потребовалось бы для того, чтобы эта аудитория сложилась. К тому же многие фишки привлечения покупателей тогда уже использовала лента. Ценовые акции, своя кухня. Плюс ко всему крупные торговые центры, куда заходят ритейлеры, все-таки места выходного дня. А жителям удобнее совершать покупки рядом с домом. Поэтому тенденция – маленькие отделы, но их много. А может быть причина еще и в том, что покупательская способность в крае, как говорят некоторые экономисты, в целом снижается. Но точное решение представителям торговой сети «Ашан» еще только предстоит озвучить. Лично я для себя сделала вывод, что французская сеть все-таки уходит. Но я была в «Ашане», например, наверное, трижды, и для меня это не будет большим ударом. А вот постоянным покупателям, как тебе, например, Жень, придется перестраиваться. К сожалению, это было через дорогу очень удобно. Спасибо, Настя. Будем смотреть, как развиваются события. Но пока к другим темам.